Ребята, привет! Привет! Очень рада вас видеть. Как ваши дела? Отлично. Как настрой? Готовы говорить об этой интересной теме? Да, конечно. Тогда сперва я попрошу вас представить себя. Давайте начнем с Владимира. Вова, расскажи, пожалуйста, про свой опыт. Да, давай, наверное, немножечко такой предыстории. В общем, я работаю в Двогис. Работаю в Двогис я достаточно давно, с 2013 года. Проходил туда молодым женом, немножечко позанимался автоматизацией всяких внутренних процессов, прости господи, на перле, но достаточно быстро свечнулся на казахшесом тогда самым лучшим и прекрасным C++. Занимался сначала поддержкой десктопной версии Двогис. Это вообще дедушка всех продуктов Двогис, наша старая славная пока-версия. Проект уже потихоньку был на закате своей карьеры. И дальше нужно было менять команду, менять продукт. Какое-то время я позанимался всякими околощайными штуками, связанными с тем, как мы наши плюсовые проекты собираем, проверяем на разных компиляторах и так далее. И затем вернулся уже к такой более обычной C++ разработке и перешел в команду ядра наших мобильных продуктов. Собственно, здесь я стал как-то связан с мобильной разработкой. Ну и через какое-то время стал тимлидом этой команды, чем и по текущий момент являетесь. Вот. Пару слов, наверное, буквально скажу вообще, что такое ядро мобильных продуктов и почему я на самом деле не настоящий мобильный разработчик, вот, как меня тут представили. Вот. У нас есть два продукта под iOS и под Android, Двогисовский. Вот. Ну, они большие, сложные и страшные. Вот. И как бы два раза писать одно и то же мы не хотим, поэтому у нас большая часть бизнес-логики шарится в плюсах. Вот. И, собственно, моя команда занимается поддержкой вот этой части продукта. Вот. Наверное, для начала хватит. Спасибо большое за твой рассказ. Очень богатый опыт. Теперь, Руслан, твоя очередь. Расскажи, пожалуйста, про себя. Да, спасибо. Меня зовут Морозов Руслан. Я руководитель отдела, который занимается разработкой прототипа мобильной операционной системы собственной. И потихонечку мы идем к некоторым таким первым релизам, пытаемся, собственно, делать прототип. И вот сегодняшняя тема, на самом деле, мне интересна как раз-таки, как человеку, который выступает с другой стороны. И там совершу тоже камин-аут, что мобильный разработчик из меня, скорее всего, сильно так себе. И последние 8 лет, которые я тружусь в лаборатории Касперского, я, по сути, всегда занимался именно системной разработкой. Либо делал какие-то решения под Linux, либо вот последние несколько лет я активно занимаюсь разработкой нашей операционной системы. И сегодняшнее общение для меня, в первую очередь, полезно тем, чтобы понять, что же нам лучше учесть и как лучше поступить в нашем собственном решении. То есть мы потихонечку дизайним и мобильную платформу, дизайним магазин приложений. Все это вместе должно, в принципе, вылиться в некоторую экосистему, которая, по большому счету, должна быть такой же дружелюбной, как и все остальные, которые выжили и на рынке нынче представлены. Естественно, что некоторый анализ того, как делают лучшие специалисты, мы проводили. Поэтому надеюсь, что какие-то исследования в голове у меня застряли, и сегодняшний разговор не будет слишком скучным. Да, конечно, я уверена. Что я все-таки системный C++ разработчик и не мобильный. При этом у нас в лаборатории есть команда реально крутых ребят, кто делает наши мобильные приложения, и они действительно используют C++ в ядре, как сказал Владимир, наших собственных решений. И тоже мы переиспользуем большую часть нашей бизнес-логики, ну и, в принципе, системной части в виде таких вот плюсовых библиотек, которые мы портируем уже под конкретную операционную систему. Ребятам, по-моему, портфолио где-то, наверное, 5 или 6 мобильных операционных систем, под которые наши приложения работают. Вот. Они, причем, даже под довольно экзотические аппаратные платформы. К сожалению, наверное, их имело бы тоже смысл сюда дозвать для того, чтобы вообще было интересно и рубило. Но попробую какие-то из их идей тоже рассказать. Я уверена, что нам будет очень интересный разговор, и спасибо, что ты даже с целью пришел на эту дискуссию. Это очень продуктивно. Собственно, давайте у меня заготовлены для вас вопросы. А, забыла. Меня зовут Юля. Я работаю в компании Playrix. Занимаюсь тоже созданием игр. Но сегодня я у вас только модератор. И буду выслушивать ваше мнение с удовольствием. Напоминаю слушателям о том, что вы можете писать вопросы в чат, и я буду стараться отбирать самые интересные, и получается воспроизводить прямо здесь, в прямом эфире. Давайте начнем с самого начала. У нас есть языки. Java, Swift, Kotlin, Objective-C. При чем здесь C++? Почему на мобильных мы пишем на C++? Владимир, давай начнем с тебя. Давай. И, наверное, давай прямо на нашем опыте, чтобы не какой-то абстрактный пример вакууме. Я рассказывал, что 2GIS зародился изначально как предложение для ПК-шечки. ВТЛ, АТЛ и вот эти все страшные слова. Продукт как-то развивался. То есть, понятно, была какая-то там жестко заточенная под винду часть Shell. И постепенно там с ростом, с усложнением продукта в нем выкристаллизовывались какие-то отдельные библиотеки. Ну, естественно, в приложении на C++ они тоже были на C++. Это поисковый движок, это 3D-движок, это алгоритмы роутинга. Потом у нас, собственно, стало наступать ра мобильных приложений. На самом деле для 2GIS она наступила еще там с КПК-шников, то есть под Windows Mobile 2GIS в том числе выпускался. И как бы тут особо, наверное, и вопросов не возникало, а на чем писать, потому что у тебя есть уже большое количество бизнес-логики, причем это код достаточно оптимизированный, хорошо работающих в условиях ограниченных ресурсов. Для ПК это тоже 10-20 лет назад было весьма-весьма актуально. И, собственно, этот код просто стал потихоньку переползать на мобилку. Ну, как бы тут, наверное, 2 таких основных фактора. Во-первых, все уже написано, и все работает, и годами протестировано. И требования перформанса, которым далеко не все языки хорошо соответствуют. Наверное, это первые 2 приходящие на ум момента. Почему мы вообще хотим использовать C++ на мобилке. Да, спасибо большое, Руслан. А твое мнение? С предыдущим оратором я согласен прям полностью, но добавлю, что, наверное, там есть даже некоторая философская подоплека. То есть, если вспомнить, что C — это, по большому счету, часть стандарта POSIX, который берет свое начало где-то года с 88-го. То есть мы, на самом деле, с 88-го года имели какую-то стандартную библиотеку C. Она так или иначе является частью нашей стандартной библиотеки C++. Плюс, фактически, почти любая операционная система так или иначе предоставляет свою реализацию липси для того, чтобы большую часть системного софта тащить. Очевидно, что C — это, наверное, самый первый всегда язык после какого-нибудь ассемблера под какую-нибудь платформу, которую мы притащим и будем оживлять систему. Впоследствии можно, конечно, все написать целиком нарасте или как-нибудь по-другому, но почти все всегда поступают именно так. Поэтому количество кода, который под POSIX compliant, так или иначе, его просто чудовищное количество. И грех был бы не пользоваться вот этой вот некоторой стандартизацией. При этом, конечно же, можно сказать, что сам POSIX как стандарт уже 300 лет устарел. Там ребята, которые разрабатывают Linux-ядро, они понаделали кучу альтернативных функций, которые делают там все лучше. Ну, там вспомнить старый добрый, условно, POSIX, SELECT, EPOL, COPOL, QQ, еще чего-то такого. Куча механизмов, которые делают одно и то же, но гораздо лучше. Вспомнить тот же сокетный API, который просто сам по себе прекрасен, потому что чудовищно прост. С другой стороны, какую-то перформанс на нем выжать уже довольно сложно. Ну, а для FastWin это вещь крайне хорошая. Поэтому я с Владимиром полностью согласен. Ну, кажется, что пока мы как-то не сдвинем вот эту вот идею о том, как выглядит POSIX, наверное, C, C++, они всегда будут вот одними из системных языков программирования, доступных в том числе на мобильных платформах. Если мы будем хотеть делать реально какие-то серьезные высокопроизведительные приложения, либо придумать какой-то альтернативный инструмент. В целом, если посмотреть, например, на какой-нибудь там OS Google Fuxia, которая дизайнится как микроядерная операционка, и там все взаимодействует через IPC, там, в принципе, не принципиально на чем делать системное высокопроизведительное приложение, но это требует некоторого такого шифта майнсета и серьезных там как бы в это дело инвестиций и там проработки. Спасибо. Я, кстати, пока Руслан отвечал, на самом деле, тоже для себя еще сформулировал, что Руслан сакцентировал внимание на том, что практически на любой новой операционке, имея C и C++, мы можем быстро взлететь. И на самом деле тут есть, наверное, такая оборотная сторона, что годы меняются, технологии меняются, а C++ остается. То есть если бы мы под каждую новую операционную систему все переписывали с нуля, то мы бы постоянно оставались у разбитого карита. То есть окей, сейчас у нас там моден флаттер, ну кто гарантирует, что Google там через несколько лет не прибьет его, как куча своих других проектов. Или у нас там был Winfon, который говорил, пишите на шарпах, где теперь Winfon. Как бы имея большую часть бизнес-логики в C++, мы в принципе достаточно безболезненно, ну не бесплатно, но тем не менее мы хотя бы какой-то багаж с собой всегда можем нести, нести, нести. Спасибо большое. Давайте вот здесь немножко подойдем как раз-таки к вопросу, а уже здесь было произнесено, про дублирование кода. Мы хотим, например, ну берем пока что Android и iOS, что мы разрабатываем приложения подобие эти операционной системы. А как сделать так, чтобы не писать два разных приложения, а один код, выделить какую-то сущность? Руслан, давай с тебя теперь начнем. Ну, чаще всего все пользуются старым добрым механизмом, который называется Dynamic Shared Object, да, который позволяет там закатать какой-то код в объектный файл, который потом можно добавлять к какому-то исполняемому процессу, но этот механизм, он, конечно же, местами староват, местами не очень гибок. Пока если вспомнить там про то, что в нашем любимом C++ с ABI все пока не так, чтобы очень хорошо, то получается, что приходится либо делать в этих библиотек либо осишный АБИ, да, либо серьезно инвестировать в то, чтобы был какой-то свой маленький STL со стабильным ABI и делать какие-то довольно нетривиальные фреймворки, которые будут позволять гарантировать, что куда-то не поплывет АПИшка. В целом все уже давно научились это делать, просто беда, что мы до сих пор как-то не стандартизировали и велосипедики цветут и пахнут. Я уверен, что в любой уважающейся компании есть там парочка своих STL, там половина буста так или иначе там перекореженная, реализованная, но как бы все привыкли, так мы и живем. А у тебя для твоей, получается, у вас, которая операционная система, вы разрабатываете, подразумевается же, что потом будут приложения, которые вот на Android, на iOS и к вам пойдут? Да, это одна из ближайших задач, которые нам предстоит решить. То есть пока мы рассматриваем именно ближайшего нашего разработчика как разработчика условно нативных приложений, причем даже UI-ных в том числе. То есть у нас нет какого-то фреймворка, как Java, например, и Kotlin для Android, который более высокоуровневый, делая абстракционной платформой. То есть наши приложения, они там нативные, можно использовать какой-то UI-ный фреймворк для рисования и со всеми вытекающими последствиями с точки зрения переиспользования кода. При этом нам очень интересно понять, как вот устроить вот этот вот удобный шеринг. То есть понятно, что там, например, у Google есть интересный проект и у ребят из JetBrains, который называется Kotlin Multiplatform, где они как раз постулируют, что их цель – это вот вместо C++, например, пишите, пожалуйста, на Kotlin Multiplatform, и будет вам счастье системно переносимая бизнес-логика везде. Оно пока, насколько я понимаю, все в Альфе, и интересно будет посмотреть спустя какое-то время, во что это все выльется. Но мы как бы идем прям довольно классически здесь, то есть обычные C++, там любимые всем там кланкой GCC, которые всем знакомы, и технические библиотеки. И пока мы, в принципе, довольно похожи на ту же Google-фуксию в разрезе того, что операционка микроядерная, и переиспользуемость, например, каких-то опишек может там в том числе еще обеспечиваться тем, что мы будем закатывать это там в процесс в нашем IPC, и там будет не сильно важно, на каком языке это сделано. Идея пока крутится где-то в этой части. Большое спасибо. Вы пока рассматриваете переиспользуемость именно на уровне кода, то есть какую-то эмуляцию запуска Android-приложений вы сейчас не делаете? Мы исследуем, например, варианты запустить там как бы Java-машину с частью AOS-повского слоя, который будет позволять именно нативные приложения запускать. Но с этим есть нюансы, связанные с безопасностью, то есть Касперский всегда про безопасность, поэтому мы очень часто видим в этом какие-то большие накладные расходы, плюс с точки зрения перформанса тяжеловато. С другой стороны, у нас есть проект, например, гипервизора, который позволяет ловко запускать отдельное ядро, в нем запускать целиком всю систему и как-то с этим жить. Но при этом тут надо будет отдельно рассматривать варианты, как мы будем дружить вот эту подсистему терморегулирования, подсистему потребления питания, потому что в случае, когда есть два жизненных цикла, то есть жизненные циклы нативных наших приложений и андроидных, там подружить их между собой будет, скорее всего, нетривиальная задача. Мы исследуем, к сожалению, пока не могу сказать, что мы здесь преуспели, то есть можем запустить, но пока не выглядит, что это прям рабочая схема. Спасибо. А теперь немножко, Владимир, у тебя было тоже, ты говорил, что в твоей зоне ответственности как раз-таки был вот этот вот код, который, как не дублировать его, можешь рассказать про свой опыт? Да, я расскажу про свой опыт. Тут, наверное, тоже какие-то не самые очевидные моменты есть. Как у нас все организовано? У нас есть, значит, вот наше плюсовое ядро, и почему в этот момент мы начинаем говорить, что мы не совсем настоящие мобильные разработчики? Потому что практически весь код этого плюсового ядра, он написан на таком абсолютно платформе Gnostics++, то есть там он не промазан весь какими-то и вдефами, и тому подобными штуками. За счет чего это достигается? Это, ну, наверное, с двух сторон мы отгораживаемся от этого всего. С одной стороны, у нас есть, понятно, какие-то низкоуровневые библиотеки, допустим, там библиотека для работы с виртуальной файловой системой, которая, ну, умеет создавать корень файловой системы, в том числе на реальных файлухах, на посексах, на винде и так далее, но это для нас закрыто все в библиотечке. Да, иногда мы в нее залазим, но это там очень-очень редкая часть какой-либо задачи бывает. Обычно вот она у нас есть как данность, все закрыто интерфейсами, мы не видим каких-то особенностей платформы. Вот, с другой стороны, у нас есть, наоборот, какие-то высокоуровневые абстракции, такие как хейт, там, работа с аудио и тому подобное. А это штуки, которые нам предоставляют уже платформенные разработчики. То есть мы выставляем какой-то интерфейс, говорим нам заимплементите его и потом пользуемся у себя. И вся вот эта сложность, все вот это разнообразие, оно скрыто за этими интерфейсами. Ну и тут еще пять копеек, наверное, как раз про то, как это все имплементится. Тут у нас есть две, ну даже, наверное, три разные истории. Стоит, наверное, оговориться о том, что у нас мобильное приложение под Android сделано достаточно неклассически. То есть это не какой-то там Kotlin или Java приложение с кучей вьюшек, Genai и так далее. Ну, понятно, без Genai совсем не обойдешься в Android-приложении, но, тем не менее, у нас Android-приложение написано на Qt. Соответственно, это с точки зрения нативного, в смысле, андроида, с точки зрения андроида-рантайма, это там одна активити, на которой работает весь кьютерский рантайм. Из этого есть некоторые прикольные бонусы. Это то, что как раз имплементация наших интерфейсов и, наоборот, вызовы из платформенного кода, нашего корного кода, они… Ну, это просто вызов одним плюсовым кодом, другого плюсового кода. Это никакого Genai, никакого маршлинга и так далее. То есть уже непосредственно, когда ребята рисуют на QML UI-чик и со своими уже платформенными какими-то сервисами работают, да, у них там вот эти все кросс-языковые взаимодействия возникают. Но между кодом нашего плюсового ядра и нашего платформенного плюсового кода у нас все максимально прозрачно. И здесь еще один бонус, то, что это кьют-приложение, оно спокойно собирается под десктоп, под Linux, под Windows, под что угодно. То есть у нас разработчики и андроидные, и разработчики коры, которые используют андроид-приложение как свой тест-тап, они, в принципе, не видят у себя на компьютере андроид-эмулятора. То есть мы как бы разрабатываем андроид-приложение, но мы на самом деле в 95% случаев запускаем нативное десктопное приложение, его дебажим, в нем разрабатываем. То есть взаимодействуем непосредственно с приложением на девайсе. Мы в редких случаях, когда что-то профилируем, ну, потому что, понятно, надо профилировать под девайс. Сейчас в львиной доле случаев профилирования под десктопом не так показательно будет, или какие-то там суперспецифичные баги расследуют. Вот. Это одна история про андроид. Вторая история про iOS. Там, наверное, такая достаточно классическая история. Ну, то есть у нас есть бриджи в Objective-C. Через Objective-C++ ребята пишут обертки над нашим плюсовым кодом в Objective, ну, а там уже и до Swift-а дотягивают, ну, потому что сейчас уже большее тест-приложение переписано на Swift. Вот. Это на самом деле много бульер-плейта. Это такая болезненная неприятная история. Вот. И, скажем так, это то, что сейчас считается легоси. Вот. Есть у нас еще третья история. Порядка двух лет назад мы стартанули разработку мобильного SDK, ну, то есть вот тот функционал, который мобильное приложение 2GIS предоставляет, это там карта, справочник, навигатор. Вот это все захотелось предоставлять в виде SDK, который можно встроить в свое мобильное приложение. Там, я не знаю, в сервис доставки еды, в сервис такси или куда-то еще в банковское приложение и так далее. Вот. Соответственно, мы стали делать такое же ядро, как наше внутреннее, только внешнее. Ну, там, как бы рефакторить, выносить какие-то модули. Вот. И тоже встал вопрос, то, что мы хотим предоставлять продукт для сторонних мобильных разработчиков. И, наверное, сторонние мобильные разработчики под iOS и под Android не очень обрадуются, если мы им какую-то там сошку будем выплевывать. Ну, или, в общем, плюсами им будем торчать. Вот. Поэтому был вопрос, что надо предоставлять нативную для Android и для iOS библиотеку. Вот. При этом не хотелось писать много бойлер-плейта. И тут у нас еще и вставал вопрос, что под Android-то у нас никогда не было своих бриджей, потому что для нашего продукта мы используем field. Вот. И, как бы, наверное, такое очевидное решение – это кодогенерация. Вот. Ребята там посмотрели, типа, 15 кодогенераторов, нашли во всех фатальный недостаток, стали делать свой 16-й. Вот. Поэтому в мобильном SDK у нас используется для генерации как раз платформенных биндингов кодогенерация. Сделано это на основе клэнговских библиотек. То есть у нас не используется какой-то отдельный ID для описания интерфейсов. Мы прям по нашим нативным полюсовым хидерам генерируем опертки, ну и весь код связывания. Вот. И под iOS там биндинг теперь делается через сишечку, а не через Objective. Вот. Это быстрее, лучше, сильнее. Вот про это у нас ребята делали доклад. В принципе, потом могу ссылочку скинуть. Вот. Наверное, такая у нас история. Мне кажется, потом всеми ссылками или какой-то информацией мы еще успеем поделиться в Zoom, да? Но это будет пока не. Пока еще мы остаемся здесь. Смотрите, у нас есть некоторые вопросы уже в чате. Давайте я некоторые задам. Вот тут вопрос такой. Получается, приходилось ли встречаться с тем, что клиент обновил операционную систему на устройстве, и у него все перестало работать? Приходилось. Ну, Google таким грешит, iOS, кажется, тоже таким грешит. Вот. Ну, типа, берешь, расследуешь, разбираешься очень. Ну, смотрите, обычно у нас на самом деле все-таки новые версии операционных систем в каких-то там бета-режимах доступны заранее, и, как правило, это все можно до релиза на большую аудиторию поймать. Кажется, бывают ситуации, когда, типа, в бете все работало, в релизе отстрелилось, вот. Ну, тут уж ничего не остается, только тушить пожары. В целом, вендоры, да, могут какие-то подлянки делать. Спасибо большое, Руслан. Теперь к тебе вопрос. А как раз-таки еще и про вашу операционную систему. Вы как такое обрабатываете, что нужно создавать все таким образом и делать обновления, чтобы другие приложения не полетели? Как раз эту штуку мы пока дизайним, то есть могу попробовать пофантазировать, где там могут крыться проблемы и к чему мы хотим прийти, ну, чего он пока, скажем, у нас нет. То есть при этом, ну, похожий подход можно будет, наверное, глянуть вот ребят в кугле. Вот. Обычно проблема закроется в том, на какие опишки в системе, ну, наше нативное приложение цепляется, да. То есть в общем случае можно все свести к тому, что есть какие-то сишные библиотеки, например, ну, всегда мы можем завязаться на версию Lipsy какую-то, да. То есть если мы говорим про Android, там есть какой-нибудь Bionic, да, там со своими опишками. И также, как бы, важная версия ядра, потому что так или иначе наш Lipsy будет потом бегать со своими сисколами к какому-то конкретному ядру. В каком случае нам могут что-нибудь поломать? Ну, поломать нам могут либо в тех библиотеках каких-то еще платформенных, которые мы используем, ну, то есть наверняка, там, разработчик под Android, он будет, там, не знаю, местную реализацию OpenGL использовать. То есть что можно сломать? Ну, можно как-то там не досмотреть, там, как мы сломаем API или EBI, и там, привет, мы там приехали. Также, соответственно, так как ядро Linux развивается наверняка отдельно от Android, по понятным причинам какие-то вещи, которые, там, понятно, что товарищ Торвальдс, он там смертью косни ложится каждый раз, когда приходится ломать юзерспейс, но все равно время времени ничего не такое делают. Вот и выходит, что если мы в своем приложении не ведем каких-то гигиенических действий относительно того, от каких API мы зависим, то, понятно, нас будут чаще ломать. Какой вариант, там, интересно проработать нам? С точки зрения, вот, зависимости, да, там, какого-то приложения от кернового, ну, как бы, юзерспейсного приложения от кернового спейсного, то есть здесь дополню, что наша ось, она микроядерная, поэтому, в принципе, все взаимодействия между процессами по умолчанию, они ходят через некоторый IPC-подобный механизм, там, сисколов у нас не тысяча, как в Linux, да, всего там три, которые как раз позволяют вот этот самый IPC так или иначе и реализовать. Соответственно, если хочется там залочить мютекс, да, то можно заслать IPC-запрос к нашему ядру, и ядро, там, выделив предварительно какой-нибудь керновый объект, он приведет к тому, что какой-то мютекс будет залочен, вот, там, создается поток, еще что-то сделает. Вот, и важный здесь момент какой, что, ну, в первую очередь, наша ось не должна ломать вот этот контракт о том, как вообще этот сискол сделать, да, там, для тысячи сисколов, наверное, это сделать сложно, а для трех может быть не так сложно. Важный момент, какой вайр-формат ходит по этому IPC, то есть, как мы кодируем наше сообщение, как его потом будут разбирать, наверняка нужно добавить какое-то версионирование, да, то есть, какой endpoint должен отвечать на этот запрос. Соответственно, мы хотим вот этот самый вайр-формат тоже, так или иначе, зацементировать. И, ну, важный момент, что, как мы упоминали, если мы говорим про C и C++, то есть, соответственно, липси, на котором все это, так или иначе, паразитирует. Вот те IP-шки, которые там торчат, они тоже должны быть, ну, как-то контролируемо-версионируемы и ломаться по минимуму. После этого у нас есть мысль, что если делать, как бы, ну, понятное там версионирование относительно вот всех этих IP-шек, то можно будет с большой, как бы, гарантией рассчитывать на то, что приложение опирается на очень маленький поверхность слома, да, они будут вот устойчивы при обновлении. То есть, идея такая, что те приложения внешние, на которые они будут опираться, там тоже нужно будет как-то или им, или нам соблюдать, ну, конкретные IP-шки там, допустим, как управлять там сеткой, как управлять там Wi-Fi, например, там мы тоже должны гарсионировать и опираться на то, что wire-формат и syscall, они заветонированы. И то же самое, ну, с точки зрения именно основной части. Ну, а в своем приложении, то есть, человек, по идее, должен опираться на контракты, которые мы даем, ну, и свои тоже соблюдать. Вот, мысль какая-то такая. Спасибо большое. Я, на самом деле, вспомнил еще одну такую особенность. Ведь там даже, наверное, это не всегда с обновлением версии самой операционной системы может быть связана. Может быть, связаны на андроиде проблемы с обновлением GMS. А когда внезапно, например, у тебя гугловый фьюжн-провайдер, геопозиция начинает на некоторых девайсах показывать фигню. Вот даже, по-моему, ось не обновлялась, обновился GMS, стала происходить фигня. Вот. На самом деле, чиниться это максимально тупым способом блок-листом девайсов, на которых GMS плохо себя ведет. Ну, то есть, смотрим обращение из саппорта, там, обновляем ремоут конфизик. Вот, типа, на этих девайсах давайте мы не будем верить фьюжн, давайте там всегда у директ спутникового источника брать позицию. Ну, вот такие истории бывают. Ну, я подозреваю, эта проблема кроется в том, что, ну, Google-то разрабатывает на самом деле не Android, он разрабатывает Android Open Source Project, ну, и, как бы, Android у него существует только, условно, для пикселя, да, там, где он сам является вендором всего, ну, того же, там, инфы для GMS. А там, реально, по идее, его поставляет именно вендор конкретного телефона, то есть, например, производитель какой-то. А вот, кстати, по-моему, проблемы были на пикселях, это самый шок. То есть, типа, на пикселях GMS показывал фигню. То есть, и такое бывает. Вот, возможно, не дотестировали, либо отнеслись немножко по-другому. Вот, интересный момент, потому что, с точки зрения, там, как бы, самой операционной системы, там, Android, это, там, он многолик очень, потому что там есть базовый мейнлайн, да, который, там, является по ОСПу, и на самом деле, настоящий Android, он, там, довольно вендор специфик, потому что сильно разная периферия, сильно разные, там, соки и все эти возможности. Да, и китайцы, которые, там, не знаю, в драйверах файловой системы любят тебе сказать, что все записали и, как бы, ничего не записать. Ну, в Sync нашу все, если он, конечно, правильно реализован. Ну, вот, вот, я про то, что он может, как бы, никто тебе не гарантирует, что конкретный драйвер конкретного вендора делает все хорошо, в этом и проблема. Ребята, спасибо большое. Давайте я немножечко нашу дискуссию еще в одну сторону переведу. А какие обычно приложения мы пишем на C++? То есть игры для банков, что мы пишем? Давайте, Владимир. Давайте. Ну, поскольку, опять же, я не настоящий свадщик, я могу только пофантазировать, и, наверное, мы можем исходить как раз из тех требований, которые к приложениям у нас предъявляются. Ну, то есть, если это приложение, которым требуется высокая производительность, ну, а современным играм часто это действительно нужно, ну, скорее всего, это будет игра на C++. Если это банковское приложение, где, ну, большинство логики это подергать резко-пишку, ну, наверное, лучше взять какой-то более подходящий язык, более высокоорвневый все-таки. C++ у нас все еще не такой сахарный, как многие другие, и, возможно, там более, менее, в смысле, квалифицированных разработчиков, которые сделают все быстрее и дешевле. Ну, то есть, перформанс, как минимум, мы будем рассматривать для того, чтобы отнести приложение к той или иной категории. Опять же, вот история про то, ну, это может быть индивидуальная история, есть у нас какой-то уже багаж на C++ или нет. То есть, возможно, мы бы хотели написать все с нуля и были бы готовы, но у нас тонны кода, которые очень жалко выбросить и нерентабельно. Спасибо большое. Руслан, как ты думаешь? Ну, в целом согласен. Я здесь только добавлю, что очень многие, ну, здесь еще важно посмотреть на то, как бы, реально, там, скорость, с которой нужно что-то разработать. То есть, при всем при том, что C++, там, естественно, там, с добавлением санитаров, с добавлением статических анализаторов всего и вся начинает, там, более-менее, как бы, выдавать такой код, в котором легко и быстро можно находить, ну, большую часть ошибок, при этом писать на него будет, наверное, даже чуть полегче, чем, например, на Rust, просто потому что, как бы, ну, чуть-чуть полегче. Вот. С другой стороны, как бы, когда хочется, там, не знаю, мне кажется, там, для банковского приложения или приложения, которое, там, выступает, как бы, просто фронт-эндом к какому-то REST API, вот, C++, скорее всего, не нужен. То есть, там, ничего хорошего, там, не будет, потому что, там, лишний раз, там, день память перетрешь, еще что-нибудь сделаешь. Лучше используешь что-нибудь более высокоуровневое, чтобы вот это сильнее заточено. При этом, если мы говорим про приложения, реально, вот, игры, которые, там, на мой взгляд, там, большая часть, там, Play Market, да, это, там, игры, так или иначе, там, на iOS, и, кажется, что тоже игры, это, там, одно из самых популярных приложений, там, кажется, что без C++ или какого-то подобного инструмента, который позволяет делать, там, высокопроизводительные приложения, ну, никак не жить, вот. Аналогичные языки, которые новые, которые, там, может быть, более безопасные, типа, REST, они просто не обладают таким багажом библиотек и, там, код, который, как бы, кажется, можно и выкинуть, но лучше тянуть, ну, наверное, лучше тянуть, потому что, там, ценник переписывания может вообще быть несопоставим с тем, чтобы просто продолжать модернизировать кодовую базу, тем более, на мой взгляд, очень правильный путь избран, когда мы берем какой-нибудь статический анализатор, типа, ClangTite, да, добавляем туда всякие чудные рекомендации о том, вот, используйте, пожалуйста, новые, более безопасные конструкции, и, там, ваша кодовая база, там, будет избегать, там, целого горы, ну, ошибок, которые, там, вот, детские кто-то совершает. Кажется, что это просто эволюционный подход вместо революционного, нормально, вот, в приложениях, где какую-нибудь системную вещь, там, хотим мы какой-нибудь, не знаю, там, VPN написать или, там, как бы, анализатор трафика или, там, еще что-нибудь такое. Естественно, это лучше делать, там, на языке, где можно выжать максимум. Тем более, мобильные устройства, они всегда, там, зажаты в тиски, связанные с потреблением питания, и, как бы, там, придется обязательно очень сильно приседать, чтобы все это было, ну, там, на максимум эффективно использовано. То есть мы в какой-то степени говорим о каких-то ограничениях уже. Смотрите, раз мы пошли про ограничения, давайте еще вопрос такой будет больше к девайсам, к нашим мобильным устройствам, про батарейку. Собственно, скажите, пожалуйста, какие можно использовать способы для того, чтобы сохранять заряд батарейки на устройстве при использовании приложения? Давайте, Владимир. Слушай, ну, это задача сохранения батарейки, это, по сути, тоже задача, как и задача, там, выжимания каких-то попугаев перформанса, это задача про профилирование в первую очередь. То есть, чтобы знать, как сделать лучше, надо понимать, почему все плохо. Вот, тут, мне кажется, просто невозможно не упомянуть про такой проект, как Яндекс.Вольта, если ему память не изменяет, ребята уже достаточно много лет назад на Кодфесте рассказывали, то есть они берут, паяют коробочку, которая в реалтайме, ну, которая подключается вместо аккумулятора и в реалтайме смотрят, сколько потребляет твой телефон, собственно, батарейки. Вот, и я не помню, они, по-моему, чуть ли не вплоть до того, что скотч со строчками кода это матчат, но тут я могу уже ошибаться. То есть, если есть возможность таким инструментарием пользоваться, то это, мне кажется, просто пушка. Вот. У нас, на самом деле, до этого руки не доходили, наверное, потому что прям каких-то... Короче, у нас до такого руки не доходили, но в целом, по-моему, у ребят там все спеки open-source, поэтому такую коробочку, скорее всего, можно собрать у себя и использовать. Вот. У нас были истории именно с исправлением зажоров батарейки, вот, но там было все достаточно просто. Типа, мы довольно быстро поняли, что у нас именно видюшка, ну, именно отрисовки кадров в навигаторе выжирали батарейку, там, посравнивали фреймрейт с конкурентами, типа, там, на тот момент зарезали FPS, стало хорошо. Вот. Ну, как хорошо, типа, для навигатора это было приемлемо, ну, и энергопотребление снизилось до нормального. Вот. Типа, какие-то истории с тем, что... Ну, на самом деле, вот, наверное, в 2G все истории, которые были с тем, что мы жрем батарейку, это с тем, что у нас какие-то перерисовки в тех случаях, когда они не должны быть. То есть, тоже была история про то, что ты просто достаешь телефон, смотришь на маркер геопозиции, маркер не двигается, а батарейка почему-то жрется. Ну, там, начинали, я уж не помню, там, лагировать или обычным перформанс-тулзами смотреть и видели, что у нас постоянно шедулиться перерисовка. Ну, типа, нашли, починили. Тут, наверное, как бы тоже такое очень... Если нет именно инструментов для профилирования вот конкретного энергопотребления, ну, всегда практически будет высокая корреляция с зажорами ЦПУ. Ну, то есть, мы просто оптимизируем ЦПУ, у нас, скорее всего, батарейки становятся лучше. Да, Руслан, пожалуйста, расскажи, как у тебя, как у вас это все организовано, кто разрабатывает эту операционную систему? Может быть, даже с точки зрения операционной системы можно как-то сэкономить заряд? Разряд? Ну, на мой вкус, это на самом деле даже в первую очередь задача операционной системы и во вторую уже разработчика приложений, когда мы говорим про профиль использования устройства в каком-то приложении. Потому что, конечно, ЦПУ – это важный момент с точки зрения потребления батарейки. Но напомню, что там еще есть различные периферии, то есть там Wi-Fi модуль, модуль, который там осуществляет связь, ну, модем, условно, там 3G, там LTE, который что-нибудь поджирает, сам GPS так или иначе приводит к нагреву и потреблению питания, куча сенсоров, связанных с акселерометром, в современном телефоне где-то, наверное, 15 наименований периферийных устройств, которые так или иначе как-то потребляют питание. И со всем этим желательно бороться плюс-минус централизованно, то есть постоянно нужно понимать, в какой текущий момент профиль использования устройства, что можно отключить, что перевести в какой-то low-power-mod, там есть, как бы, на соке часто есть большие ядра, маленькие ядра, как перебрасывать какие-то там активные потоки между этими ядрами, как их прибивать, вот вопрос там связанный с использованием графического адаптера. Все эти вещи, на мой взгляд, так или иначе должны, ну, как в первую очередь продумываться где-нибудь в операционке и уже в виде некоторого контракта, предоставляемого как жизненный цикл приложения, ну, то есть там Android, когда просит нас реализовать какую-нибудь activity, он навязывает нам жизненный цикл. При этом это все увязывается с кучей системных сервисов, вендорских сервисов, которые там реализуют какие-то драйвера и вот все в этом духе. И уже позволяет вот управлять, собственно, батарейкой. Поэтому кажется, что нужно просто понять вот какие-то основные несколько профилей и заточить под них вот эти режимы, которые будут переводить, ну, правильно управлять периферией. Чуть позже, естественно, Владимир очень правильно подсветил, что это вопрос во многом профилирования. И когда кто-то уже там додизайнил, то есть ту часть, где там телефон в принципе не может перегреваться от того, что вы там на нем запустили много потоков, не знаю, просчет чего-нибудь, и ему не будет плохо, уже можно там разбираться с тем, как вы там эффективно или неэффективно рисуете что-то и там пытаетесь обрабатывать. Поэтому средства для профилирования, ну, безусловно, нужны, не совсем понимаю, как вот обходиться без вот таких приколов, где нужно. Там реально будет какую-то полуаппаратную отладку делать, но этот вот вопрос пока открытый для меня. Большое вам спасибо за этот ответ. Смотрите, у нас осталось еще немного времени именно в прямом эфире. Давайте попробуем в него уложиться со следующим вопросом. Вопрос про наши боли. Это про системы сборки под разные платформы. Что вы можете об этом сказать? Владимир, давай начнем с тебя. Ну, опять же, тут, наверное, про наш опыт. Сейчас у нас используется CMake для сборки под Android. Я вот, если честно, наверное, не скажу, там, тут на самом-самом верху Gradle зовет CMake или CMake зовет Gradle. Ну, там понятно, что для сборки самой АПКшки где-то, где-то Gradle там участвует. Ну, типа, все плюсовое у нас живет в CMake и при этом у нас сорцовая сборка. То есть мы, кажется, никакие библиотеки отдельно не собираем. У нас все в едином дереве сорцов, который, собственно, здесь в CMake описан. А на iOS, кажется, ребята буквально в этом спринте тоже полностью перешли на CMake. Не знаю, опять же, прям подробностей. Они вот свой корневой Xcode-овский проект тоже из этого же CMake генерируют или все-таки библиотеку только нашу. Кажется, они уже в том числе свой корневой CMake проект, свой корневой Xcode-овский проект генерят из CMake, вот, потому что до этого мы, ну, там, несколько лет назад использовали такую систему, как GIP. Я не знаю, некоторые, наверное, сейчас вздрогнули, но это решение от Google, которое когда-то использовалось в Chrome. Вот, потом мы с него не без труда перелазили на CMake. Сейчас у нас CMake. Наверное, те, у кого CMake, он почти у всех знает, что он бывает пострашнее, помоднее. У нас, наверное, какой-то такой средненький, ну, с учетом того, что он где-то, может быть, немножко, немножко на скорую руку с GIP-а мигрировался и там, может быть, не все Best Practice используются. Но, в принципе, да как? Ну, конечно, системы сборки в плюсах боль, потому что это какая-то абсолютно внешняя относительная языка история, никак не стандартизированная и так далее, ну, как бы, живет, работает. Спасибо. Руслан, как с вашей операционной системой и с опытом сборки? Ну, как бы, в нашем случае, если мы говорим про сборку самой операционной системы, то пока мы там живем в рамках целого лютейшего зоопарка сборочных систем, которые там воедино соединяются, если, там, сказать про внутреннюю, да, которой мы пользуемся, она позволяет взять в одну команду, собрать там, условно, любую цель, любую там, любой продукт и, как бы, в нужном месте получить правильные артефакты. При этом, если, там, кто-то когда-то пытался собирать себе, допустим, прошивочку для роутера, использовался, например, системой сборки Buildroot, которая, она, на самом деле, makefile-based операционка, где описываются некоторые пакеты, да, в рамках которых есть, там, зависимости между пакетами, которые уже вызывают какую-то нативную систему сборки, там, и одну, там, 50, там, каких-то, и все в этом духе, то есть пока внутри для нас это выглядит, как некоторая такая пакетная, как бы, система, где ты просишь, пожалуйста, собери мне вот какую-то цель, оно тебя собирает все, начиная, там, от toolchain, заканчивая, там, грубо говоря, уже какими-то бинарями, ну, кросскомпилированные под нашу операционку, которую дальше, там, в одну команду можно точно так же запустить, там, в эмуляторе и посмотреть. Вот, при этом, если говорить про то, чем мы пытаемся пока торчать наружу, это CMake тоже, то есть, ну, мы как посмотрели, что там самое популярное, и пытаемся вот наш кросс-сисрут выдавать вместе с CMake-овскими toolchain файликами, с каким-то количеством файндеров, и дальше можно, там, по классике жанра что-нибудь собрать, просто написав, там, в файн-пэккедж и добавив, там, какие-то пакетики, плюс какое-то количество CMake-овской магии, которая позволяет сделать, там, образ или, там, бинари, который можно, там, в образ операционки затолкать. По большому счету, это не самый лучший подход по многим причинам, ну, помимо того, что, там, Майк сам по себе, он очень ущербный, и у него есть много ограничений, он чрезвычайно простой, понятный, но, ну, как, понятный со скобочками, да, там, мало кто помнит, как там раскрываются все эти правила Майка и, там, острелить себе ногу или дебатить этот самый Майк, это тоже то еще удовольствие, плюс он слабо помогает, если мы говорим про CI, то есть на CI всем хотелось бы, там, одним билдом, вот, Владимир упомянул, там, source-based билды, да, то лаборатория Касперского, в принципе, живет, ну, пытается жить почти везде в парадигме транк-бейс-девелопмента, то есть почти всегда у нас, там, source-based сборки, там, продукта, пытаемся избавляться от всех этих бинарных поставок и мочь все собрать из исходника в любой момент времени с правильными флажками, вот, если мы хотим, как бы, построить сядь для операционки, то нужно собирать все с самого низа до самого верха, там, то есть считайте, что на каждый, там, один билд надо собрать, там, 4-5 хромов, ну, железо на это набрать довольно-то непросто, поэтому мы с большим интересом смотрим на систему, ну, который позволяет делать и распределенную сборку, использовать распределенные кэширования, у него гранулярность параллелизма очень низкая, ну, в смысле, наоборот, очень высокая в том плане, что можно параллелить между разными хостами, там, в том числе, там, сборки двух объектников, относящихся к одной цели, но на разных машинах, и, как бы, это очень круто, но здесь возникает другая проблема, что для многих пакетов, там, которые мы традиционно имеем, у нас есть, там, старый добрый липтул, там, или автоконф, да, с которым, ну, который поддерживает разработчик пакета, и чаще всего не очень хочется, там, бросаться с шашкой, там, там, BoostGem, например, переписывать на что-нибудь еще, вот. Естественно, что Google, там, когда-нибудь всех прожмет и в своей базе билды дотащит, наверное, почти во все популярные пакеты, но до того времени это, там, выглядит, как некоторое, там, сражение против системы. При этом, если глянуть, например, на то, что сам Google Android сборку тоже сейчас плавно переводит, ну, уже официально, вроде, на Bazel Build, и, например, для разработчиков мобильных приложений под OS-фуксию, они предоставляют вот Bazel как основную систему сборки, то есть вы не выкачиваете, например, какой-то Android, условно, SDK, там, или фуксия SDK, вы скачиваете, клонируете репозиторий с экзамплами, делаете, там, build, и оно вам притаскивает Toolchain, притаскивает весь S-root, и дальше, там, все собирается и запускается в эмуляторе, который тоже Bazel притащил, что выглядит довольно интересным, ну, с точки зрения, там, однокомандной, там, удобной сборки всего и вся. Вот, поэтому пока ответа прям такого правильного у нас нет, скажу, что сейчас мы поцелимся на то, что по старинке будем выдавать, ну, плюс-минус классический S-root, такой же, как, там, в Android, NDK или, там, под какой-нибудь Linux, да, который, там, под который надо кроскомпилировать с кучей семейковской магии, которая должна быть удобной и понятной. При этом, скорее всего, по-хорошему здесь нужно точно так же, как Gradle, там, ну, какой-то вариант пакетной системы, плюс-минус близкой разработчику предоставлять, чтобы, ну, человек, который, там, захочет какую-то серпати притащить, который мы не предоставляем, ну, мог ее удобно затащить и при желании не только source-based билды, ну, едино билды использовать, ну, и, может быть, какие-то, там, бинарно подкашированные, если, там, могучий CI построить он себе не может. Вот какие-то такие мне мысли. Слушай, а ты упоминал про то, что есть проблема с счетпати, ну, допустим, при использовании базила, потому что там просто рецептов, может быть, не написано. А я вот сейчас, может, ошибаюсь, по-моему, на Russia или на Siberia несколько лет назад был доклад, мне почему-то кажется, что из Касперского у кого-то, про трейсинг сторонних систем сборки, чтобы из этого свои прекрасные семейки лепить. Все, есть, так мы и делаем внутри, вот, но отдавать наружу пока это выглядит несколько бесчеловечно. То есть, действительно, мы сейчас пытаемся нашу внутреннюю сборку, вот эту вот, которая, условно, билдрут подобная, перевести как раз вот на вариант, как, ну, который, ну, с использованием тулы, которые ты упоминаешь, она там чуть-чуть допилена, чтобы мочь после трейсинга генерить базилы и на нее сделать, вот, на ней сделать сборку всего и вся. Но там есть несколько нюансов, связанные с тем, что мы же еще собираем тулчейн, соответственно, должна быть двухфазная сборка, это там в том же кланге, например, нативные, как бы, рецепты для этого не очень хорошо пока допилены, в общем, это в процессе. Вот наружу пока мы торчим семейком и навязывать пока базил не будем.